Я хочу прочитать один из моих любимых текстов Писания из послания Колоссянам 1.17. Думаю, что у вас тоже есть любимые тексты Писания. Вот здесь мне этот текст нравится тем, что он усматривает некий алгоритм или порядок. А я люблю порядок. Я люблю, когда прописано, что, зачем делать. Тогда легче сориентироваться, тогда ты точно знаешь и не ошибешься, если будешь поступать согласно этого порядка. Здесь сказано так «Он есть прежде всего, и все им стоит». Контекст говорит об Иисусе Христе. Чтобы охватить весь контекст, нужно было читать очень много стихов. Я только выбрал этот, хотя потом о контексте тоже буду говорить. «Он Христос прежде всего». Коротко остановлюсь на догматическом значении этих слов, а потом перейду к практической части. Как это работает в нашей жизни. Иисус Христос прежде всего. Когда мы слышим общие слова «всегда», «все», «все», то, друзья мои, признайте, что мы зачастую их воспринимаем очень туманно и неопределенно. Они всегда нуждаются в пояснении и конкретизации. Иначе вот это «все» звучит неясно и даже теряет суть. Я как-то друзьям уже приводил пример. Прошло какое-то большое общение, вы встречаете того, кто там был. «Ну как, понравилось?» Он говорит «Да, понравилось». «Что тебе понравилось?» «Все». «Ну расскажи подробнее, что ты запомнил?» «Может, гимн какой, может, проповедь коснулась тебя?» «Ну, я не могу ничего вспомнить конкретного, но все было хорошо». Правда, неубедительный ответ. И если человек не может вспомнить конкретного, значит, у него только что и осталось. Это доброе впечатление, но не осталось ничего по сути. Здесь не так обстоит с Иисусом Христом. Он прежде всего. Чего это всего? Во-первых, всего существующего. Павел говорит «здесь же им создано все, что на небесах, что на земле видимое и невидимое Христос, прежде всего существующего». С Него начиналось основание мироздания. Его словом были заложены основания земли. Его словом были пробуждены к жизни первые лучи света. Им были созданы небо и земля. Это Его премудрость наполнила нашу планету бесконечным разнообразием живых существ. Но прежде всего был Он, Слово, Логос, Христос. Он тогда уже был прежде всего. С другой стороны, Христос прежде всего как человек. Ну как же есть первый человек Адам? Да, первый Адам. Теперь с другой стороны Бог дает нам другого человека с большой буквы. И это небесный человек, это человек, в котором объединились свойства наши людские и божественные. Это первый человек из новой расы. Здесь сказано, что Христос – первенец из мертвых. В каком же смысле? Ведь воскресали люди и до Иисуса Христа, были воскрешаемы точнее. Но Христос первым воскрес сам, чтобы стать начинателем тех воскресших. За Ним в Христовом воскресении тоже будут участвовать. И на небесах будут жить новые люди, в новых телах обновленных. Первым из которых является Иисус Христос. Вот Он и здесь первый. Он прежде всего. В воскресении Он имеет первенство. Он имеет первенство как голова церкви. Здесь же об этом говорит Павел. Он есть глава тела церкви. Он начаток. Ни Павел, ни Петр, ни Авраам, или какой-то патриарх, ни какой-то апостол не могут претендовать на звание главы церкви. Только Христос. Он прежде всего. В своей церкви Он глава. Ни какой-то самый лучший пресвитер современный, архиепископ и так дальше. Нет-нет, только Христос. Это верховная власть в церкви. Он здесь прежде всего. Его слово. Это закон для церкви. Теперь практическое значение этих слов. Христос прежде всего, когда мы нуждаемся в совете. Когда мы находимся перед каким-то затруднением. Когда мы перед задачей неразрешимой. И нам нужен тот, кто укажет нам путь. Очень важно, чтобы Христос был прежде всего. Ни наша интуиция, ни мудрый друг, ни даже родители. Хотя слово родители для детей. Это очень важно. Но прежде всего Христос. Он советник. Он Бог крепкий. Тот, кто нарушает этот принцип. Христос прежде всего в плане совета часто терпит неудачу. Об этом, в принципе, знали апостолы, первоапостольская церковь, когда был создан Первый апостольский собор. И решали вопрос в отношении язычников, как же поступать, как к закону Моисееву относиться, что из закона соблюдать, что нет. И в итоге пришли к согласию, к единому мнению. И вот такие слова написали, как письмо для всех языческих церквей. «Ибо угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас иного бремени». И само письмо я пересказывать не буду. Я только обращу внимание на порядок. Очень важный порядок. «Угодно Духу Святому» – это первое. «И нам, церкви». Порядок имеет в некоторых моментах большое значение. В некоторых моментах порядок вообще не важен. Вот стакан. Вы туда положили пакетик заварки, потом залили кипятком. Или сначала кипятка налили, а потом заварку. Сахар вы вначале туда опустите. Или позже. Как бы вообще без разницы. Результат будет один и тот же. Но если вы хотите получить раствор серной кислоты, то со школьной скамьи, вы знаете, здесь порядок очень важен. Серная кислота – очень тяжелый материал, тяжелое вещество. Если вы в серную кислоту будете доливать воду, будет беда, взрыв. Стакан не выдержит. Там большое количество теплоты выделяется. Только в стакан с водой, тонкой струйкой и помешивая нужно добавлять кислоту. Только так. Только в этом порядке. В духовных вопросах очень важно соблюдать этот принцип, что Христос прежде всего. Начинается день. С чего начинает день христианин? Привел себя в порядок. И не за телефон. Не в общении с друзьями. Не спешите погружаться в суету. Не спешите сейчас заполнить свою голову многими планами, мыслями. Не спешите куда-то в общении с людьми. И первое, что делает христианин, общение с Богом налаживает. Молитва, чтение Божьего Слова. Христос прежде всего. Вас постигла какая-то трудность. Вы не знаете, как поступить. Не спешите, опять же, звонить кому-то, спрашивать. Не спешите сами брать на себя эту ношу. Христос у нас есть, который прежде всего. Ему помолитесь. Заболела голова, затруднение. Куда наша рука тянется? Прежде всего, за таблеткой. Или сложить руки молитвенно, чтобы просить помощи у Бога. Христос прежде всего. Если нам нужен совет, то мы можем поступить по примеру апостолов, которые дают нам образец угодно Духу Святому. И нам. Это уже после. Вот когда-то Давид решил перенести ковчег с одного места в другое. И внимательно слушайте текст Писания. Не сразу здесь можно найти подвох, ту причину, по которой постигла неудача. Там было поражение Озы. Там было бедствие в Израиле. Написано так в первой книге Паралепоменон. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками, со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян. Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, и вместе с ними, к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег Бога нашего. Что-то в этих словах меня настораживает. Вы заметили? Если угодно вам, и если на то воля Господня. Порядок нарушен. Но можно подумать, может быть, это не так важно. Но когда дальше произошло то, о чем я уже сказал, когда наклонившийся ковчег Оза всего лишь хотел поддержать, а почему вообще так случилось, что ковчег наклонился? Потому что он был на повозке. Почему ковчег Господень оказался на повозке? Где он должен быть? Согласно воле Господней, согласно тому, о чем Бог говорил через свой закон, на руках его должны нести священники. Вот что угодно Богу было. Вот какова Господня воля. Но Давид об этом забыл. Давид это не исследовал. И он начинает с чего? Если угодно вам, и если на то воля Господня. Волю Божью Давид поставил на второе место. Не испытал, согласно Священного Писания, а как же надо поступить, не проверил и бедствия. Вся цепочка этих поражений. Давид признает, Господь поразил нас. Потом, через время, он решает все-таки перенести ковчег. Вторично предпринимает это действие. Но теперь, он уже говорит, как мы не взыскали Господа так, как должно было, то он поразил нас. А теперь уже они взыскали, как это было положено. Теперь они по всем предписаниям закона Господнего действуют. И Бог благословляет свой народ. И нас будет Бог благословлять. Если на первое место мы будем ставить, как угодно Господу. Если у нас будет Христос прежде всего. Когда-то к Иисусу Навину пришли гаванитяне. И притворились, что они жители дальней страны, которые услышали о славе Израиля и хотят заключить союз. И что же? Иисус Навин посмотрел на их ветхие одежды, мехи. Посмотрел на хлеб за плесневелых руках. И написано, Господа не вопросили. И поторопились заключить союз на беду себе. А если бы вопросили? А Господь сказал бы, Он уже давно сказал. Уже в книге Исход сказано, не заключай союз с ними. Не с богами их. Не должны они жить в земле Твоей. Это язычники, они грешны, потому земля их подлежит очищению. Не надо было никаких союзов. Господь, конечно, открыл бы. Но когда мы Господа не торопимся вопросить, тогда, увы, бывает беда с нами. Иногда мы полагаемся на свой опыт. Это тоже ложная подпорка. Мы делаем выводы из того, как нам подсказывает наша интуиция. Это опасный путь. И этим опытом мы иногда так обрастаем, что вообще забываем тот ориентир, что Христос у нас есть. Что у нас есть в руках Библия, Его Слово. Это важнейший авторитет. Как-то в нашей церкви проходили беседы с крещаемыми. И была беседа, как Бог разговаривает с нами. И я делал акцент с молодыми христианами, то есть с тем, кто готовился принять крещение. И делал акцент на том, что первый источник познания воли Божьей – это Библия. Мы побеседовали на эту тему. А потом я задаю несколько вопросов, как бы создаю, моделирую устно жизненную ситуацию. И как бы вы поступили в том или другом случае. И вот я говорю, представьте, вы идете по улице города, и вас останавливает окрик нищего, который с протянутой рукой просит у вас чего-нибудь. Как вы поступите? Вы знаете, здесь столько мнений было. Кто-то говорит, ну надо еще проверить, на что он просит, а может он на выпивку. А кто-то говорит, нужно таким людям еще вот, они бывают зарабатывают больше нас, нужно не всегда доверять им. И такая дискуссия несколько минут длилась, и потом одна молодая сестричка говорит, ну вообще-то в Библии написано, просящему тебя дай. Я говорю, умничка, вот ты вспомнила как раз то, с чего надо было начинать. Дай написано. Правда, не сказано, что дай. Друзья, вы помните, Петр и Иоанн шли в храм, и к ним тоже за подаянием обратился нищий. И что говорит Петр? Серебра и золота нет у меня. Кошелек пустой, карманы наизнанку, ничего там нет. Но остался ли доволен этот нищий? Хотя ему не дали то, чего он просил, на что он рассчитывал, но ему дали больше, он получил здоровье. Когда мы встречаемся с такими людьми, не всегда мы можем дать, не всегда у нас есть возможность. Если есть возможность, я думаю, всегда нужно поучаствовать, согласно тому, как Христос учил. Но если нет в кармане ничего, то мы можем всегда сказать доброе слово о Христе. Можем этим людям указать на Бога, на источник спасения. Что-то все равно мы можем дать. Христос учил, чтобы мы не оставались безучастными в такой ситуации, просящему дай это слово Христа. Так ли это в жизни нашей? Прежде всего ли Христос для нас? Он является ли нашим авторитетом? Или иногда наши какие-то доводы, наш опыт, наше желание себя оправдать и в выгоде для себя остаться? Кто-то вспомнит, что написано «В добродетели нужно показать рассудительность». Хотя на самом деле такие люди показывают рассудительность в том, как бы не проявить добродетель. Там-то смысл в том, когда ты делаешь доброе дело, делай это изобретательно, чтобы оно послужило на пользу. Потому что доброе дело можно еще и испортить. Прояви изобретательность и рассудительность, как сделать доброе дело. Но некоторые проявляют рассудительность в том, как бы его не сделать, как бы обойти стороной и остаться вне доброго дела, вне добродетели. Это тоже бывает, на что способна наша плотская природа. Когда мы нуждаемся в помощи, Христос тоже для нас прежде всего. Возможно, это простые вещи, возможно, это очень понятные истины, но иногда самые понятные вещи стоят нам жизни. Мне не раз приходилось пользоваться для путешествия самолетом. И если вы бывали в самолетах, то знаете, как начинается полет. Все занимают места, кто-то засмотрелся в иллюминатор, кто-то уже нашел себе какое-то занятие. И однажды я тоже решил послушать проповедь, достал телефон, наушники. Меня дергает за плечо стюардесса, извините, пожалуйста, достаньте наушники. Нужно прослушать инструкцию безопасности. И вот проходят девушки, стюардессы, в проходах останавливаются. И диктор объясняет, они показывают, откуда спасательный жилет взять, откуда маску кислородную, как вести себя в случае, если что. И мне это уже совершенно не нужно. Я, может быть, 30, а может быть, и больше раз пользовался самолетами. Я уже сам могу, кажется, встать и всем рассказать, что надо, зачем делать. Но нет, они снова и снова будут вам это показывать. И каждый раз вы обязаны это снова посмотреть и послушать, потому что эта информация жизненно необходимая. Та тема, о которой мы сейчас говорим, Христос прежде всего, это должно быть центральным в нашей жизни. Не наши эмоции даже, не наши переживания. Иногда мы, христиане, становятся зависимыми от эмоций. Если мне хорошо, если я получил какие-то чувства, если я эмоциональную подзарядку получил, то я считаю это благословением. Если у меня нет эмоций, то как будто бы уже жизнь моя лишена благословения. Не в этом суть христианской жизни, а в том, чтобы сам Христос был прежде всего. Друзья, что нам ценно? Христос или Его дары? Что для нас важнее? Хотим ли мы самого Христа или мы хотим подарки из Его рук получать? Хотим только лишь им пользоваться? Кто у нас прежде всего? Христос или то, чем Он нас одаряет? Христос, прежде всего, в наших интересах должен быть. Когда мы становимся перед выбором, в наших вкусах и предпочтениях тоже должен господствовать Иисус Христос. Этим летом ко мне подошел молодой брат и говорит, я нуждаюсь в совете, подскажи, как поступить. Я пообещал поучаствовать в поездке с Благовестием по Северной реке, там организовывается миссионерская группа, чтобы посетить эти отдаленные поселки, рассказать им о Боге. И запланировано это сборный такой коллектив для Благовестия. Я пообещал, что там буду, но этот брат хороший строитель. И вот попадается работа на целый месяц, очень прибыльная, очень выгодный объект. Если я сейчас откажусь, этот объект уйдет. Я вернусь домой через месяц, у меня может не быть работы уже. А для строителя, лето это горячая пора, пропустил месяц, потом не знаешь, сможешь наверстать или нет, зимой уже так много работы не будет. Что делать? Я говорю, решать, конечно, тебе. Но если по Писанию, Христос прежде всего, просто сориентируйся. Иисус учил, ищите прежде всего Царство Божьего, а все остальное вам приложится. Ну и этот брат сделал правильный выбор. Я думаю, Бог его не оставит. Бог благословит тех, кто правильные шаги делает, кто на первое место ставит в своих интересах Иисуса Христа. Божье, тогда Бог восполнит всякую нужду и физическую. Да благословит нас Господь, чтобы принципом нашей жизни было Христос прежде всего. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова